Не только финансовая поддержка, но и имущественная. В регионе началась работа по формированию перечня недвижимого госимущества, которое может быть предоставлено субъектам малого и среднего бизнеса. Об этом стало известно на заседании специализированного организационного штаба по улучшению инвестиционного климата в регионе. О возможности имущественной поддержки бизнеса прямо говорит Федеральный закон о развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации. В статье 18 четко прописан алгоритм передачи госимущества в пользование предпринимателем. Оказание имущественной поддержки субъекта малого и среднего предпринимательства, а также организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляется органами госвласти, органами местного самоуправления в виде передачи во владении или пользования государственного или муниципального имущества, в том числе земельных участков, зданий, строений, сооружений, нежилых помещений, оборудований, машин и прочего. Указанное имущество должно использоваться по целевому назначению. В Ненинском округе пока нет практики передачи госимущества в пользование малому и среднему бизнесу, и на это уже указывают контролирующие органы. К сожалению, на сегодняшний день это замечает и прокуратура, и полномочные, и другие органы, что в субъекте нету перечня имущества, которое может быть передано на льготных условиях предпринимателям. Как нету площадей для льготной аренды, так и нету имущества, которое можно было бы передать на возмездную и безвозмездную основу. Но работа в этом направлении уже ведется. На сегодняшний день в реестре госсобственности находится 943 недвижимых объекта. 131 закреплен в хозведении за предприятиями, 812 закреплены в оперативном управлении учреждений госорганов. Сюда относятся все офисные помещения, в том числе подвалы и цоколи. Из тех, что закреплены в оперативном управлении, в казне находятся 90 объектов. Что это за объекты? 55 объектов – это сети. Объекты инженерной инфраструктуры – это сети газопроводов, водопроводов, канализации теплоснабжения. Как правило, это те сети, которые оседают у нас в казне при передаче многоквартирных домов. 32 объекта недвижимого имущества – это нежилые помещения-подвалы, 16 подвалов на Сущинского, 4. По словам исполняющего обязанности начальника управления имущественных и земельных отношений Анастасии Голговской, практически все эти объекты уже заняты, в том числе переданы в пользование некоммерческим, общественным и федеральным организациям. Теоретически список могут пополнить высвобождающиеся объекты госсобственности, поэтому задача властей сейчас – формировать перечень конкретных объектов, которые могут быть переданы малому и среднему предпринимательствам. Давайте посмотрим то имущество, которое сегодня есть в казне. Что оттуда можно выбрать? Составляйте первоначальный список. А дальше вторым списком уже мы давайте будем садиться, анализировать, что у нас есть в этих наших группах. Надо, не надо эксплуатироваться, не эксплуатироваться, использоваться, не использоваться. Кроме формирования перечня объектов, в передаче бизнесу решено провести выборочную инвентаризацию недвижимого имущества, принадлежащего казенным учреждениям, кроме учреждений сферы образования, культуры и здравоохранения. По словам Анастасии Голговской, результатом проверки может стать неэффективное использование тех или иных объектов, которые могут быть также высвобождены и переданы бизнесу. Кроме недвижимого имущества, в управление бизнесу округ может передать и земельные участки. Мы отрабатываем еще, скажем так, те участки, которые на сегодняшний день заняты субъектами малосреднего предпринимательства, выделены участки подстречества, но не используются. Например, это вот участки ИП Шемелис, Тронпест, Виноградов, это центральная часть города, тоже информацию мы предоставляли в департамент. И напротив мяса продуктов у нас шикарный пустырь, ИП, значит, Орежка, Васильев, Андричев, Нормал-Кургаз. Там тоже все подстройки, складов, производственных помещений. И даже в Кургазу, по-моему, какую-то заправку надо будет утащить. С такой постановкой вопроса согласен и глава региона. Если на земле не созданы объекты, соответствующие назначению участка, то его необходимо вернуть в казну. Где сроки уже просрочены, мы изымаем в казну с последующим выставлением на аукцион. Подражения здесь нет ни у кого. Что касается выданных, где разрешения сроки не прошли, мы собираем предпринимательство, просто задаем вопрос. Будете, не будете, либо проблема в том, что есть какие-то ограничения, либо проблема в деньгах, либо еще в чем-то. Тогда просто будем предлагать либо помощь, либо, соответственно, досрочную задачу, чтобы у нас была возможность запустить все-таки в оборот земельные участки. Договорились с моим оборотом, да? Инвентаризацию имеющегося недвижимого имущества и земельных участков проведет управление имущественных и земельных отношений в срок до 1 июня текущего года. Ирина Цепетова, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». Спасибо.